здравствуйте покупаю материалы и не успеваю их обработать но иногда новые материалы перебивают у меня как бы старые проекты поэтому покажу вам я купила такие бусинки распаковку я вам не показывала это магазин nbeads вот такие красивые бусинки акриловые смотрите но как всегда почему-то вот в таких наборах преобладает розовые цвета не знаю наверно никто не заказывает а вот такие красивые яркие там синие зеленые красные оранжевые фиолетовые даже вот тут есть и почему-то мало но надо и розовый использовать и вот чтобы использовать розовый но не делать это уже ну сильно нюшным таким украшения я вспомнила что я жаловалась вам и на наличие большое количество большого количества розовых цепочек в наборе цветных цепочек что я недавно купила и я решила их объединить но объединять просто вот такие бусинки вот с этим ему это получается украшение для барби мы когда-то участвовали в таком конкурсе вот видите здесь есть немножко как бы с оранжевым оттенком есть с розовым я стараюсь выбрать бусинки с розовым оттенком в это украшение не с оранжевым здесь есть выбор большой такие вот светлых всяких бусинок можно по выбирать и как-то слишком уж ну такое вот как я уже сказала барби нюшная такое и мне это не понравилось сделать его более женственным и все таки украшением таким чтобы она смотрелась и на юных девушках и на более взрослых можно просто надо подобрать к этому какой-то объединяющий элемент и я вот придумала одеть это все на такую вот ганблэк цепочку сразу это все приобретает несколько другой вид скажем что у меня уже получилось когда я начала одевать вот эти бусинки на пины как всегда мне не хватало моих шариков любимых и я применила тоже уже хвасталась вам что купила когда-то такие малюсенькие-малюсенькие бусинки конусы и вот их я вместо шапочек вместо шариков применяю одеваю такую на пинга блэк одеваю одну такую вот этот конус бусинку и и конус и получается уже совершенно другой вид у бусины всегда бусину даже самую детскую такую самую такую вот ну ляльки но можно превратить в бусину более вы видите более такую элегантную уже получается делаем здесь все по старой схеме ничего нового загибаем делаем колечко откусываем сколько не надо и получается у нас бусина на пине теперь я надумалась как их соединять с цепочкой и решила что я не буду их соединять это длинная получилось надо откусить побольше и загнуть соответственно вот так получается нормальная петелька как соединять и буду соединять их сюда вставляющую крупное колечко вот смотрите каких соединила вот так вот ставила колечко эти две цепочки колечко две цепочки колечко две цепочки меняю цвет цвет цветной цепочки с розового на белый одна у меня тут цепочка попалась ярко розового цвета но она тоже пойдет куда-то в центр теперь я когда одеваю колечко колечки у меня ган black наверно сейчас померяю 8 миллиметров диаметра есть линейка лежит у меня всегда под рукой вот когда я одеваю вот это вот колечко я должна садить розовую цепочку одеваю розовую цепочку и надеваю ганблэк цепочку не отрезаю вот видите вот так и закрываю закрываю теперь если эти цепочки розовыми немножко другого размера я не буду считаться с этим потому что я просто отрежу цепочку ганблэк вот так точно по размеру вот моей цепочки я вижу что мне надо отрезать сейчас посмотрим иногда не очень совпадает но вот до сих пор вот это надо уже чтобы было цепочки вот так снимаем нашу загибаем назад очень хорошо проверяем что все было закреплено есть вот это вот группка у нас получилось одеваем на нее колечко и бусинку сразу теперь когда мы одеваем и смотрим чтобы очередность вот нанизывание колечек была такая же как в предыдущем колечке вот так одну на другую сюда бусинку так таких цепочку меня не очень много это украшение получится не очень длинная вот такое украшение мне кажется что вот эти бусинки розовые даже вот в таком обрамлении будут неплохо смотреться смотрите такое тоже летнее украшение можно будет два раза его наверно носить покажу его вам когда сделаю уже полностью а сейчас я хочу вам показать что еще из этих бусинок придумала сейчас я отодвину сторону свои поделки вот так и покажу вам что еще придумала из этих бусинок мне показалось интересным так только не распутать чтобы они у меня не развалились все мне показалось интересным их просто одеть на шнурок шнурок у меня был вот я так вот их видите они уже все у меня тут почти разваливаются буду вытаскивать по одному их из-за развалов шнурок у меня был в таком наборе миксовом по одному миллиметру и есть у меня шнурок один миллиметр что я купила и вот так я их одеваю по пять штук видите синие на синий шнурок там этого синего синий не очень видно вот такой он а синий шнурок усиливает немножко этот синий одела с двух сторон шапочки теперь вот здесь вот сверху я буду наверное одевать шарики сейчас посмотрим секундочку у меня и шарики мелкие и шарики крупные попробуем вот такие шарики это наверно 4 миллиметра одеть на миллиметровый шнур обязательно поджигаю уж он хорошо заходил бусинки и не застревал на миллиметровый шнур нет проблем одеть эти шарики а вот когда двухмиллиметровый шнур это уже будут проблемы но мы и с ними наверно справимся сейчас посмотрим вот видите когда дело шарики сразу иначе стало выглядеть украшение можно попробовать одеть шарики поменьше я проведу такой эксперимент если нет у меня есть из нержавейки шарики такие с большим отверстием можно будет их попробовать здесь вся эта цветастость может вам мешать немножко но я все равно пока так сделаю смотрю или миллиметровый шнурок зайдет шарик поменьше сейчас он кажется кажется сюда заходит да смотрите сюда зашло теперь вы этот шарик не все шарики с одинаковыми отверстия вот это по моему отверстия поменьше нет нормально ура зашел двухмиллиметровый шарик мне кажется что двухмиллиметровый даже лучше здесь смотрится элегантнее вот смотрите вот так получается вот такое украшение просто одеть его на здесь на замочек и удлиняющую цепочку это плават логинка логинка и совсем можно их носить по нескольку вместе тоже вот такие вот нарядные вот смотрите у меня тут есть еще и украшение вот я сделала здесь просто большая вот катушка я не отрезала еще вот с такими вот и шапочки не очень удачно у меня не хватило шапочки с большими отверстиями а эти были под рукой их просто поставила но буду наверное переделывать такое потому что шапочки мне здесь не нравится здесь один миллиметр шнура зайдет практически в любые шапочки будем их менять у меня тут рядом был набор шапочек такой разноплановые шапочки всякие и я ими воспользовалась поэтому не все подходит иногда вот этот шнур теперь покажу вам двухмиллиметровые вот у меня были шнуры и у меня было всего несколько шапочек с большим отверстием вот с таким отверстием большим шнуры двухмиллиметровый в них прекрасно входят отдела на этот шнур вот такие вот желтые бусинки смотрите как хорошо сюда конечно эти маленькие вот эти маленькие шарики не оденутся а мне хочется чтобы было элегантно поэтому я поищу у себя в нержавейках какие-нибудь красивые шапочки с большим отверстием желтый потом у меня тут получился еще вот бирюзовый у него еще нет шапочек вообще но он тоже миллиметровый поэтому проблем не будет в общем ко всем бусинкам практически которые я получила нашелся шнур миллиметровый из микса шнуров так я покупаю шнуры более толстые случайно один шнур купила миллиметровый а так все более толстые вот красивый сиреневый шнур тоже сиреневые бусинки на него еле еле отделись он толстый был и я с трудом их отдела вот здесь вот окончание я сначала сожгла потом подрезала немножко так по луже и он оделся у меня вот такие вот штучки получаются мне понравилось можно и ученицам подарить на конец года и милые нежные украшения видите и это вот последняя розовенькая получилось у меня еще одно вот такое бусинки эти акриловые смотрятся как кустальные очень красивые хорошего качества бусины чудесные оставлю вам на них ссылку магазин эндиц покупала видите какие они прокрашены они только внутри конечно же купаться в этих бусинах нельзя они только для того чтобы их поносить снять повесить аккуратно украшение а я буду продолжать делать украшение с цепями покажу вам в конце что получилось вот собрала и украшением такое украшение получилось это на двойное в конце мне пришлось сделать две цепочки ганблэк потому что было немножко короткая но поэтому вот так вот такое двойное украшение мне кажется очень интересное вот эти бусинки с розовым они здесь смотрятся как прозрачные очень симпатично такое и конечно же такие украшения можно собирать и вот с разноцветными цепочками что у меня еще остались и с любыми цепочками не обязательно это делать с розовым цветом да и с любыми в принципе бусинками вот так получается мне кажется что неплохо у меня еще остались цепочки из этого набора что я вам показывала вот такие совсем уже разноцветные потому что все розовые и белые я выработала и вот тут остались две черные остальные сиренево-синие голубые и серые можно сделать какое-то еще украшение потом у меня есть еще тут цепочки вот тоже каких-то старых украшений такие синие и цвета такого бирюзового очень яркого но они другие по размеру их нельзя соединить вместе еще зеленая такая вот немножко нет уже бирюзовая еще одна розовая есть в общем со старых со всяких алюминиевые цепочки вот такие вот у меня остатки есть их можно применить вот такие такого плана украшениях можно золото с черным тоже сделать будет красиво мне кажется а я с вами прощаюсь до следующих встреч до новых идей не забудьте подписаться на мой канал нажать на колокольчик чтобы не пропустить следующее видео написать комментарий и поставить лайк если вам понравился этот ролик в комментариях и 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 Субтитры сделал DimaTorzok